это расклад на тему событий в казахстане не естественно тоже это волнует что там происходило и происходит конечно тем кто живет изнутри виднее всего но я расскажу что вижу в карте чем закончится могу рассказать первый ряд дома королева мечей девятка кубков рыцарь мечи карта высших сил прямая башня второй ряд прямая тройка жезлов перевернута маг первый аркан перевернутый четверка кубков перевернута но я могу сказать что высшие силы говорят с другого выхода нет народ прав и в данном случае они полностью на стороне народа они на стороне народа карта высших сил прямая тогда про казахстана говорила что никакого-то человека очень хотят изъять и были перевернуты с этим вот этот человек это который маг перевернутая который как-то берет жертвы со своего народа слишком много маг перевернутый это жертвоприношение уже народа народ конечно он сопротивляется и он прав потому что другого на нету вариант еще хочу сказать что это было под влиянием рождества рождество прошло на православное и не там тоже много православных энергии бога там конечно есть и такие энергии они приводят к необратимым последствиям в общем то вот что хотела сказать то что произошло на рождество и в этот момент этот башня это имеет необратимые последствия и чем бы это не закончилось это было правильно это что разрушено его не собрать никогда ничем не собрать тот королева мечей это люди в данном случае который борется за справедливость против этой плохой магии которая их приносит жертвы против тройки жезла в данном случае на таро это порча это порча с привернутым магом то есть это просто было жертвоприношение народа и народ борется за свои права и абсолютно прав и силы его поддерживают и могу сказать чтобы не закончилось как бы ни было тяжело это был единственный выход чтобы это не ухудшалось это еще очень хороший выход это я не могу сказать что он мягкий он не мягкий но он еще гармоничный потому что девятка кубков есть и карта высших сил прямая и все-таки двое кубков это было правильно и чтобы не было вот это жертвоприношение но прекратится над ним стоит рыцарь мечей и башня прямая это событие по башне разыграется очень скоро как бы ни было народ остановил вот худшее такое что над ним было потому что говорю то что говорят снаружи на никакой информации мы владеем со сми как обычно это не совсем то что бывает изнутри также как и европе говорят очень многие очень хорошо те кто в ней пожил и живет знает так там все сладко из европы бегут предприниматели уже много-много лет одной их немецких предпринимателей еще до кризиса 150 тысяч человек бежала в год с германии это о чем-то говорит просто бегут уже в каждой стране есть свои проблемы с которой мы можем мириться с которыми не можем мы мириться и видно людям только тем кто живет изнутри это видно только людям потому что все что говорят извне спрашивать надо казахстанцев в общем то не аналитиков не обозревателей а это там не показывают ну а другого выхода тут нету потому что дальше по низу шла бы башня это было бы хуже и хуже и финансы о которых в общем то был внешний фон для тут вообще ни при чем я не вижу ни одних пентаклей вижу тотальное жертвоприношение народа по любым вопросам и что народ этого не хочет и вы бы не хотели и никто не хочет чтоб его бы приносили в жертву это жертвоприношение это магия и сами не осознают этого или нет я не знаю но я думаю что прекрасно осознают прекрасно просто магия у них такая очень хлипенькая в общем то это не магия это просто попытка взять силу за жертвоприношение своего народа и народ взялся за меч как умел протеста символический пусть меч это протеста а другого выхода нету потому что башня она в этой стране она пришла это башня и башню либо ты можешь из нее избежать и отдать ее другому либо получить сан вариантов нету башня вот эти действия вот эта магия такая жертвоприношение она пробудила башню это следующее следующее строится пирамиды как у древних майя на которой приносится тотальное уже жертвоприношение она становится законом вот эту башню они построили либо ты взойдешь под меч жреца либо сам станешь либо ты будешь сопротивляться и защищаться вот такая там история и высшие сил они говорят что другого выхода нету что от жертвоприношения надо бежать и деньги тот ни при чем и цена на газ ни при чем это все фон всего лишь который создают для жертвоприношения тут нет деньги поэтому я говорю что спрашивать надо мнение народа который там живет не аналитиков не правителей и не со стороны а что скажет сам народ и другого тут варианта нету потому что либо ты под башню ляжешь либо ты ее от себя оттолкнешь откажешься боишься защищаться по иному все равно башня надо разрушать на башню она разрушает они построили башню они не понимают что следующее идет разрушение башня разрушает все есть королевы мечи это все это запущены в действие королева мечи в данном случае это воин это воин который рожден вот из этой разрухи из этого жертвоприношения возродилась королева мечи и другого выхода нету потому что эту башню надо раз как это отдать тем кто ее создал и они были правы и если бы они этого не сделали было бы хуже вот так могу сказать и это правильно и народ этот прав он должен идти своим путем потому что если высшие силы считают что если кто-то хочет быть жертвой он добровольно соглашается это его проблема нам дается эта жизнь чтобы мы себя показали какие мы есть на самом деле поэтому нам дают испытания и трудности они на нас смотрят поэтому говорят что бог не справедлив он посылает он не хочет быть справедливым это не его функция он смотрит какие мы есть потому что очень многие люди притворяются очень хорошими и выдают одну информацию за другую в реальности поступает совсем по-другому вот тут внешние слова что с политической трибуны говорятся они не соответствует истинной турцарем мечи это ложь а правда у народа как-то с нами истинно мы победим наше дело правое мы победим надо слушать что произошло народ народ в данном случае прав его карта прямая а это карта перевернутая и она с рыцарем мечей то есть это лживая все что он мог сделать это избежать пирамиды и он правильно и он избежал его карта первая у него позиция очень сильная у него девятка кубков и другого варианта у них не было них не будет другого варианта просто по девятке кубков это было правильно кубки прямые кубки это эмоции это выбор наш выбор сердца и выбор сердцем тут правильный его и поддерживает и в данном случае рыцарь и мечей и башня они прямые оба это было правильно а вот вот этой жертвы на магии она перевернута это неправильно вот такой расклад они правы и другого варианта нету и чтобы не был это не пропадет даром это в любом случае будет их победный и какой-то основой для всех но это не они не вводом войск ничего это не исправится потому что башню так они не зальют в этой стране сейчас бушует шестнадцатый аркан башни ее уже пробудили она уже пришла вот какая башня вы можете посмотреть что значение этого аркана и кто пользуется второй и кто не пользуется можете посмотреть что такое башня и что такое жертвенная магия в данном случае башня это реальная пирамида жертвенная вот так она уливается потому что этим руководили не жрецы во имя богов а вот так самоназначенные лица дилетанты которые не понимали ничего не делают ни для чего и на момент рождества я могу сказать это будет очень-очень надолго и в итоге это кончится победой вот что я последнее скажу это кончится победой ну вот на этом все